Времена и войны В былые времена междоусобицы косили шотландцев пущей чумы. Только ненависть к общему врагу, англичанам, примирила враждующие шотландские кланы. В тяжелейших условиях горско-шотландцев одержало величайшую победу над превосходящими силами англичан. Шотландские горцы В начале 14 века шотландцы воевали сами с собой. Вдали от королевского двора главным аргументом в спорах был меч. Клан Мадугалов воевал со своими недругами Кэмпбеллами за право владения их скудными угодьями. ЛИК ЛАНДИ ЛИК ЛАНДИ ЛИК ЛАНДИ Война закончилась победой Мадугалов. Кэмпбеллы потеряли землю, скот и большую часть своих богатств. Уцелевшие Кэмпбеллы бежали. Отныне нужда стала им неразлучной спутницей. Потерпев поражение от заклятого врага, Кэмпбеллы покрыли себя несмываемым позором. Однако вскоре они отомстили своим обидчикам. Возмездие совершилось неожиданно. Последнее приближище Кэмпбеллов лежало среди горных вершин и кряжей Северной Шотландии. В начале 14 века то были дикие края. Горы, озера и топи отделяли Северную Шотландию от Южной и от остальной части Британии. Зимы там стояли суровые, а лето было промозглое. Такие условия подходили не для всякой живности. Народ же тамошний, по словам одного южанина, был столь же тверд, как и земля его. Шотландские горцы были народом диким, своенравным и свободолюбивым. Даже язык у шотландцев был разный. Южане говорили на английском, а северяне – на гельском. Единственное, что у них было общее, так это король. Впрочем, для северян, отрезанных от мира горами, королевская власть была понятием весьма условным. Единственной защитой Кэмпбеллов из Аргайла от могущественных соседей, Макдугаллов из Лорена, была их собственная сила. Оказавшись в беде, семьи горцев объединились в клан. Их союз был крепче любой скалы. Сердцем клана Кэмпбеллов стал и Нисканинский замок, служивший резиденцией вождю клана, сэру Нилу Кэмпбеллу. В переводе с гельского «клан» означает «дети». Люди в клане Кэмпбелла жили одной большой семьей и носили общую фамилию. Даже самый обездоленный горец мог стать членом этой семьи. Новорожденного разлучали с матерью и отдавали на воспитание в другую семью, укрепляя таким образом узы, объединяющие весь клан. И вот однажды жизнь Кэмпбеллов круто изменилась. В клане объявился чужак. Это было в 1307 году. Кэмпбеллы премного удивились появлению странного горца, которого они прежде никогда не видели. Это был Роберт Брюс, король шотландский. Он явился к своим верноподанным за помощью. Его обвинили в убийстве соперника, претендовавшего на корону, и он бежал. Беглеца преследовали родственники убитого. Никто иные, как МакДугалы, заклятые враги Кэмпбелла. У Кэмпбеллов не было причин отказать своему королю в помощь. Так за какой-нибудь год Брюс при поддержке Кэмпбелла подчинил себе разобщенные кланы. И они охотно встали на его сторону. К 1308 году лишь один клан держался особняком. МакДугалы из Лорна. Пользуясь покровительством англичан, они дерзнули бросить вызов своему королю. Эта история блестящая, изложена в сказании о Брюсе. Вплоть до северных пределов Шотландского моря все покорялись его величеству, за исключением правителя Лорна и его подданных. Он исконно шел супротив короля, ибо ненавидел его пуще всего на свете. Желая свести старые счеты с врагами, вождь Кэмпбеллов собрал всех своих воинов. К ним присоединились люди вне закона. Изгои из разных кланов. Сородичи прокляли их, и они обрели приют в стане Кэмпбеллов. Каждому члену клана, урожденному или Кэмпбеллу, или родственнику, пришлось пережить тяготы войны и пожать ее плоды. Боевой клич докатился и до самых отдаленных поселений Кэмпбелла. Два дня ходу налегке, и дальние родственники уже стояли у ворот главного замка. Первое, что брали с собой в поход горцы, это плед. Он служил и постелью, и одеялом, и боевым нарядом. Плед был достаточно широк. Под ним можно было укрыться самому и скрыть оружие. Друзья и враги обычно носили одинаковое платье, в полоску или в клетку. Прошли века, прежде чем кланы стали различаться по окрасу нарядов. Как бы там ни было, горцы старались маскироваться по цвета окружающей местности. Даже неимущие Кэмпбелла носили полотняные, пропитанные топленым салом или жиром сорочки. В них им были нипочем ни дождь, ни снег. Непременным атрибутом одежды была поясная кожаная сумка мехом наружу. Почти круглый год горцы ходили босиком и неслучайно южане прозвали их краснопяточниками. Облаченные в одинаковые пледы горцы один за другим получали в руки оружие. Оружие выдавалось из арсеналов вождя клана. Гонимые жаждой мести и наживы за счет МакДугалов Кэмпбеллы вторглись на неприятельскую территорию. В Лорн. Они прошли через горы по перевалу, зажатому меж крутых скал, склоны которых обрывались в озеро Эйв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кэмпбеллы Кэмпбеллы беспрепятственно продвигались вглубь неприятельской территории. А на вершине кряжа Бен Кройкен их уже поджидали МакДуг. Кэмпбеллы Король и воины его шли все дальше. Когда же они вошли в теснину, сверху на них лавиной низвергся боевой клич Лорнсов. А следом затем им на головы посыпались огромные каменные глыбы. И вот уже нападающим самим пришлось держать оборону. Получив предостережение от лазутчика из клана МакДугалов, Брюс выслал вперед отряд лучников. Те обошли кряж стороной и ударили по неприятелю с тыла. МакДугалам пришлось сражаться на два фронта. Не обращая внимания на раны, горцы обрушивали на врагов свои мечи. От ударов же вражеских мечей их руки защищали прочные гарды, загнутые от Эфеса клинку. Ну а самые дюжи и горцы орудовали грозными двухметровыми секирами. Подцепив врага крючком на конце секиры, горец валил его на земь и пронзал острием секиры. Когда же противники сошлись в рукопашный, в ход помимо мечей пошли длинные и острые, как бритва, кинжалы. Это была настоящая битва гигантов, ибо горцы обладали поистине недюжиной силой. На сей раз победа была за Кэмпбеллами. Они захватили Лорн, забладев землей и стадами. Уцелевшие МакДугалы подались на юг, в Англию. А Кэмпбеллы стали обладателями главного трофея, замка Данстафнедж, а плота МакДугала. Но не успело закончиться это противостояние, как над горцами нависла новая угроза. Покуда шотландцы воевали друг с другом, англичане захватывали их города и замки. Отныне же заручившись поддержкой всех кланов во главе с Кэмпбеллами, Роберт Брюс оттеснил англичан назад. Шотландцы отвоевывали свои оплоты один за другим. Перд, Эдинбург, Роксбург. К 1314 году в руках у англичан остался один единственный замок. Стерлинг. Он стоял на западной границе с Англией и считался главным форпостом шотландцев. Под знамена Брюса встали все шотландские кланы. Кэмпбелов окружали разные лица. Их бывшие недруги и даже враги, южане. 6 тысяч шотландцев объединила общая ненависть к англичанам. Однако численность английского войска, который направил против них король Эдуард II, была раза в три больше. Завязалась жестокая битва. Английские рыцари обладали несравненным преимуществом. Они были на конях и в доспехах. У шотландцев не было ни того, ни другого. Лошади стояли целые состояния. Как, впрочем, и рыцарские доспехи. Шотландцам оставалось уповать лишь на свою стойкость, да на крепость своего оружия. Они построились в новый боевой порядок. Своего рода фалангу. Ощетинившуюся мечами, копьями и четырехметровыми пиками. Не всякий конный рыцарь смелился бы подступиться к этому непробиваемому чистоколу. И всадник, и лошадь тотчас оказались бы повергнутыми на землю. Неделями напролет упражнялись Кэмпбеллы одновременно заходить с флангов, менять направление атаки, а также внезапно переходить из круговой обороны в наступление. Кэмпбеллу пришлось подчиниться строжайшей дисциплине, которой прежде не знал ни один горец. Благодаря своей организованности они и застали англичан врасплох на подступах к стерлингу. Уже в начале сражения шотландцы оттеснили рыцаря Эдуарда к топям. И англичане увязли в них вместе с лошадьми. Став лагерем на болотах, Эдуард решил контратаковать на другой же день и растоптать шотландцев своей многочисленной конницей. Той же ночью шотландский король обратился к Кэмпбеллам с пламенной речью. Они явились к нам, похвалясь великой силою своей. Они явились, дабы отнять наши земли. Однако ж пришли они не с пустыми руками, а принесли с собой богатства несметные, кои способны осчастливить всех вас, особенно самых обездоленных. Он призвал горцев на великое дело сразиться за свободу, дорогой сердцу каждого из них в Шотландии и получить за это заслуженную награду – английские трофеи. Покуда англичане спали, горцы готовились к новому сражению. На рассвете горцы скрытно подошли к топям, где стоял лагерь англичан. Кэмпбеллы шли бок о бок с копьеносцами Брюса. Затрубили призыв на роги, и Брюс повел свое войско в атаку. Как только горцы взяли пики наперевес, самые отважные английские рыцари ринулись в контратаку. В хаосе сражения рыцари сражения и затерли своих лучников главную ударную силу англичан. И те оказались в западне, поскольку не могли произвести ни единого выстрела. Между тем горцы теснили англичан все дальше в болото. Они сражались на родной земле, которую знали как свои пять пальцев, и в этом было их главное преимущество. Исполненные невиданной силой и несравненного величия ринулись они в бой, точно безумные, сметая перед собой все и вся. Удары секирых были столь сокрушительны, что шлемы и головы англичан тричали и раскалывались точно орехи. Кругом стоял такой грохот, ляск и скрежет, что впору было оглохнуть. Иступленные победоносные крики шотландцев заглушали скорбные стенания раненых, поверженных англичан. Воистину слышать и видеть сие не всякому было под силу. Как гласит предание, в потоке водном тогда кануло столько лошадей и всадников, что по реке на названии Кои Банокберн пройти можно было Акипосуху. Когда же битва при Банокберне закончилась, оказалось, что безродные шотландские горцы истребили цвет английской знати, рыцарей. 700 пар шпор показывались триумфом. Банокберн стал самым тяжелым поражением Англии в Средневековье. Борцы вернулись домой не с пустыми руками. Помимо богатых боевых трофеев, они вернули себе поруганная честь, достоинство и свободу. Однако война на этом не закончилась. Лишь спустя 14 лет кровопролитного противостояния англичане наконец признали короля Северных земель Роберта Брюса. Ну а его верные друзья и союзники Кэмпбелла и Заргайла стали не только самым могущественным кланом шотландских горцев, но и родоначальниками целой нации, шотландцев. Режиссер Мэрин Сигал Автор сценария Фил Грэпски Энн Маклиот Мэрин Сигал Энн Маклиот